Олег Хватский Он позитивный Так что вполне здоров Жив самое главное И работаю На этой неделе в понедельник Вышел в полноформатном режиме на работу То есть Все нормально Для тех кто не в курсе Олег неделю назад Дни 10 назад Две недели назад Буквально 28 сентября Стал потерпевшим по статусу Жертвой нападения В своем родном районе На той остановке С которой постоянно на работу отправляюсь То есть Это как? Ты просто вышел из автобуса Да, вышел из автобуса В середине дня Это был полдень То есть у меня был нерабочий день Хотя и среда Я ездил на кладбище К своей бывшей теперь уже жене Вот И вот буквально на меня Напал молодой человек Где-то там 25-28 лет Ну я в принципе все эти данные Правоохранительным органом дал То есть ты шел по улице И он шел по улице Нет, там получилась следующая ситуация То есть если это, как говорится, интересно У нас там вот остановка На остановке я вышел из автобуса И там пешеходная зона Ну остановочный комплекс И пешеходная зона По этой пешеходной зоне Двигался автомобиль Вот По пешеходной зоне А то есть ты ему перешел дорогу? Там перешел дорогу Не я ему А впереди идущая женщина А я показал ему Ну дескать Ты Права тебе за взятку что ли дескать дали Выскочил из Из автомобиля Вот этот молодой человек Несколько раз ударил меня И Сел в автомобиль Вот собственно вся история А номера машины ты естественно не запомнил Ну как-то вот не до этого было И мотивацию его тоже не запомнил Ну видимо был огорчен человек Что я вот так вот неуважительно По отношению к нему повел себя Слушай, что правоохранительные органы? Ну у них сейчас есть время То есть все что от меня требовалось Я сделал То есть первое это я обратился В травматологический пункт на Агаеве Далее В пункт, в локацию наших участковых Я написал заявление Вот сейчас Ну это в принципе наверное С каждым может С любым случиться Не только с журналистом У нас в Пермском крае Нападение на людей Это Ну вот уличная такая преступность Она достаточно весомую часть В структуре всей преступности занимает Так что Это ту и наша печальная такая вот Примета То есть мы живем в небезопасном городе Увы Увы Вот эта вот программа Безопасный город Может быть это чем-то Обусловлено тем Что в составе прошлого законодательного собрания Серьезно урезали средства На финансирование Вот именно тех мероприятий Которые делали город наш безопасным То есть это и системы видеонаблюдения И наличие муниципальной полиции И региональной То есть вот эта вот Уличная безопасность Она у нас сейчас почему-то За скобки вынесена Ну в принципе это так Безрадостные какие-то выводы А по чьей инициативе произошло Что сократили финансирование Этого направления Ты не знаешь Не в курсе Ну здесь просто был секвестр бюджета Это по инициативе исполнительных Наверное властей Я так понимаю Но здесь объективно же Урезают все То есть на чем можно сэкономить На том экономят Объективность это данность наша Так что ну вот наверное Приоритеты может быть Не вполне верно расставили Ты знаешь в журналистской среде Ходили разные версии В том числе и что Тебя на тебя напали В связи с твоей работой на выборах Я не думаю что это Профессиональная деятельность Потому что я не работал Ну то есть вот в принципе На этих прошедших выборах Было по сути три группы Это была группа Условно назовем ее группа товарищей Это была провластная группа Единой России И это была небольшая группа Ты сейчас о журналистском сообществе Или о чем Я имею ввиду те группы Которые шли на выборы И с ними вместе шли Ну я не знаю Я вот некоторых своих коллег Не стал бы называть журналистами В этой связи Потому что журналист это все таки Человек который отражает То есть как зеркало А когда журналист становится ньюсмейкером Как то на праймере Эти ситуации были И провокации были И вот мои коллеги Участвовали в этих провокациях Так и вот уже в предвыборной кампании Многие коллеги Они вот журналистскую мантию Поменяли на что-то другое Может быть это связано просто с тем Что за что-то другое платят больше? Я не знаю В кошелек не заглядывал Но многие Вот наверное Ирина Михайловна Вы обратили внимание Что многие наши с вами коллеги Пошли в качестве кандидатов Да Спойлеров Прошел Да по сути по-моему Никто ее не прошел Единственный прошел Из журналистского нашего Получается сообщества Это генерал Чулошников Почему он журналист Сейчас поясню В прошлом году он получил А подождите В этом году он получил премию Гайдара За цикл Статей из Сирии Мне кажется что Цикл статей из Сирии Как и сама поездка Это было просто прекрасно разработанной Пиар-операцией Под будущую Избирательную кампанию Собственно говоря Как и присуждение премии Гайдара Человек своим именем подписывался Ну и вроде как Действительно говорят летал Нет я не спорю что он летал Я просто уже про причину этих полетов говорю Что ну не могу объяснить для себя Как почему вдруг у человека возникло желание Поехать в Сирию И рассказать нам правду Как будто бы мы эту правду не знаем Вот кстати о правде О том о чем заявлено было Многие маститые пермские журналисты Не удостоены столь высокой премии Гайдара Вот по крайней мере Вы я не знаю Лауреат не лауреат этой премии И я тоже не лауреат Спасибо за то что относите к маститам Ну это в силу возраста уже можно отнести просто-напросто Нет здесь именно по профессиональным компетенциям А здесь молодой перспективный кандидат Стал лауреатом премии Стал депутатом законодательного собрания Пермского края Вот мы подходим все равно к тому вопросу Что многие из наших с тобой коллег В последнее время В общем-то работали так Что правду не транслировали Ты согласен со мной? В предвыборной кампании Вот в этот период В принципе наверное и не стоит требовать того Чтобы кто-то транслировал правду Но они же публикуют эту Как будто бы правду В официальных СМИ Ну часть этой правды в кавычках тоже Она так и идет на правах рекламы А часть той информации Того информационного потока Который формируется в период предвыборной кампании Там ведь есть цели свои Цели и задачи Некоторые средства массовой информации Целиком были заточены Под достижение конкретного результата Увы этот результат он не получился А почему увы? Ну вот я имею ввиду увы С точки зрения тех инвестиций Тех инвесторов Которые очень крепко проиграли На этих выборах Ты в начале нашего разговора Сказал что подвыборы В общем-то общество И журналистское сообщество Разделились на три группы Ты к какой группе себя относишь? Я над схваткой был Сразу же могу сказать У меня в эту предвыборную кампанию Был работодатель Но он был немножко другой Это были так скажем Федеральные эксперты И я мониторил вот эту всю нашу поляну Эссе Эссе, которое по итогам этого мониторинга получилось Оно получилось Но оно не для паблика Так А там правда? А там объективно А там факты То есть они факты Вот они Без субъективной твоей оценки То есть безоценочная То есть вот есть факт Допустим Тираж Одного издания В котором Порочат Одного из кандидатов Вот он выходит За подписью Или там Ну За подписью журналиста Который Журналист сам Говорит Что это вот однофамилец Что ли Или что Ну вот Таких фактов Масса была Причем в Перми Это еще более-менее Спокойно было В территориях Просто Ситуация В некоторых Была шоковая Я имею ввиду Селикамско-Березняковскую Агломерацию Я имею ввиду Южную Чайковский Чернушка То есть вот В некоторых территориях Там просто Вопиющие случаи были Но В принципе Это все ведь Известно И нашему краевому избиркому И всем службам Которые Достаточно грамотно И профессионально Сработали на этих выборах Я считаю То есть тебе В принципе Удалось Выдержать нейтралитет Только по той причине Что у тебя был Федеральный работодатель Ты оказался Не втянут Ну да Потому что Здесь действительно На земле Как говорится Все жестко поделились Даже в социальных сетях Даже в социальных сетях Меня Ну не скрою Некоторые даже забанили Хотя я над схваткой был И Свой аккаунт На период Предвыборной кампании Я никому не передавал В отличие От того Что вот ходят случаи Что такие Прецеденты были Некоторые журналисты Передавали свои аккаунты За определенную плату А как ты думаешь Вот сейчас прошел Уже почти месяц Да у нас С выборов Уже в принципе Все устаканилось Удалось ли нашему Журналистскому сообществу Преодолеть Вот этот Вот раздел Между Провластной Как ты сказал Группой И группой Товарищей Вот эта конфронтация Она ушла Или все-таки Она осталась Здесь уже сейчас Вступают В права Законы рынка Мы вот уже Сейчас видим Допустим Что Часть СМИ Уже Просто За ненадобностью От них избавляются То есть Им сокращают Финансирование Их переводят На самоокупаемость Вот и посмотрим То есть здесь Просто сугубо Рыночные механизмы Теперь работают Это про выживаемость СМИ А я про то Что вот Раньше люди были Условно говоря Друзьями Коллегами Но общались нормально Начались Предвыборные процессы И они оказались В разных группах Влиянии И даже Некоторые между собой Поссорились Вот как ты сказал Тебя даже Некоторые забанили Сейчас этой конфронтации Уже нет Или она осталась Межличностная конфронтация Пока осталась То есть я это даже вижу Ну не на собственном примере Я просто Мониторю тоже Вот Все То что происходит В нашем медиа Сообществе А сейчас то почему Осадочек остался Ложки вернули Осадочек остался Как ты думаешь Сколько времени Нужно Должно пройти Чтобы В принципе Жизнь Нашего Журналистского Сообщества Вновь вошла В какое-то Конструктивное Русло А не так Что ты дурак Ты сам дурак Потому что Ты не думаешь Как я Я боюсь Что еще Как бы Старт Этого Отсчет этого Времени Не начался Потому что Впереди еще Одна предвыборная Компания Как говорится Еще Сабли И Ятаганы Не зачехлили Поэтому Впереди еще Битвы Вот И вот Когда уже Пройдет Губернаторская Компания Тогда уже Можно будет Говорить О каком-то Примирении А так Ну посмотрим Вот будет Итоговое Опять Перед Ну то есть Уже получается В январе Заседание Союза журналистов России Регионального Информацию Ну да Поэтическим Нормам Быть Политиком Участвовать В каких-то Политических Играх Или в принципе Это по морально Этическим Ирина Видишь В нашем Случае Может На федеральном Случае Нет На федеральном Уровне Нет Богданов Нет Лобанов Да А у Журналистского Сообщества Нет желания Переизбрать Председателя Потому что Сейчас у нас Получается Что союз журналистов Втягивается В политические Игры Насколько я Сейчас вижу Идет укрепление Союза журналистов Теми людьми Которые Вступают туда Уже при Руководстве Игре Вячеславович Вячеславович У нас ведь Лобанов Вот То есть Идет укрепление Именно того Состава Который Никогда Не проголосует Против Лобанова Это Это ведь Уже Политические Игры Это уже Под другую Избирательную Компанию Готовится Как ты думаешь Я не думаю Что Пермское Региональное Отделение Союза журналистов России Настолько Эффективный И мощный Инструмент Который Может влиять На Тот Или иной Исход Выборов То есть Все равно Все равно Журналисты Это такой народ Индивидуалисты Вот Здесь Принцип Коллективизма Он не работает Хоть Какой вожак Стаи Будь Там Все таки Больше Самостоятельное Там больше Эго Превалирует Индивидуальное То есть ты хочешь сказать Что никакого В принципе Хорошего Профсоюза Для журналистов Быть не может Потому что Ну союз журналистов В какой-то степени Выполняет роль Профсоюза Для нас Нет Ну он достаточно Эффективно Насколько я знаю Вот по По примеру Своих коллег Там Защищает И ту работу Которую ведет Пермское региональное отделение Оно в принципе Благие дела делает То есть И правовые Какие-то семинары Проводит То есть там Достаточно Интересная работа Вот в политику Действительно Не стоит Я думаю Ввязывать Саму Эту вот Организацию То есть Это нужно тоже Над схваткой быть Потому что У них то тоже Ведь по сути Федеральный уровень Олег Ты знаешь Скажи мне пожалуйста Насколько нужно Вот в связи Опять же С прошедшими Может быть Выборными компаниями Насколько нужно Чтобы журналисты Говорили правду Вот если журналисты Если мы вот Именно Человека Идентифицируем Как журналиста И он журналист То это важно Чтобы Действительно Объективно Не столько даже Правду Сколько факты Фактологию Вот А многие ведь Они по самоназванию Журналисты А на самом деле Это пиарщики Это пропагандисты Это технологи Вот Так что здесь Нужно просто Разграничить К нашему вопросу Который мы обозначили Как тему программы Нужно ли Журналисту Знать правду Ну Если журналист Журналист То он наверное Все таки Правду-то И знает Просто он Не всегда Ее полностью Дает В паблик Дело в том Что я объясню тебе Почему я задаю Этот вопрос Все равно Меня не оставляют Но есть доля Определенное сомнение Что происшествие С тобой Не было случайностью Я бы не исключала Я бы не исключала Что это вполне Могло быть Сведение Каких-либо Счетов За твою Профессиональную Деятельность Именно поэтому Я и задала вопрос Может быть Просто журналисту Безопаснее Не знать Правду Нет Тогда наверное Он не журналист Все равно Все точки зрения Ну то есть Это же базис То есть это базис Который Преподается Я не знаю На первом Курсе Или на втором Курсе Факультета Журналистики То есть Вот этот базис Он Ты должен Весь спектр Мнений Знать И знать Определенную Какую-то истину Да Другое дело Как ты это подашь Другое дело Подашь ли ты это вообще Ты знаешь Это очень глубокий разговор Я надеюсь Что мы его с тобой продолжим У меня к тебе Знаешь Еще осталось Что бы я хотела У тебя выяснить Как ты думаешь Журналисты бывшими бывают Ты скучаешь по профессии Ну я в принципе работаю Факультативно Журналистом Вот сегодня у меня статья вышла Про бездомных собак Которые терроризируют Центр города Перми Ой Окраины города Перми Пардон В каком издании Новости Перми Это у нас есть Это портал новости Перми С очень неплохой посещаемостью Сделаешь рекламу Как говорится Ну почему нет Собственно говоря Я Так все таки Журналистов бывших не бывает Безусловно Безусловно Это очень помогает в жизни Это вирус в крови Да Спасибо большое тебе Что пришел Я рада была тебя видеть Живым и здоровым Постарайся больше Не попадать в такие ситуации Ну и думай Какую правду тебе нужно знать А куда тебе не нужно Ходить Спасибо Спасибо